На внеочередную сессию городского совета собралось 19 депутатов. Она прошла во вторник, 25 февраля. И на ней был рассмотрен фактически один вопрос. Про дальнейшую судьбу коммунального предприятия Управления жилищно-коммунального хозяйства с учетом порушенной ухвалы Господарского суду Киевской области 9-6-7-го 2017-го с правой про банкротство КП УЖКГ. В среду должно было состояться заседание суда, поэтому решение сессии было очень важным и необходимым для дальнейшей судьбы УЖКГ. В начале сессии зам городского председателя Шинкаренко ознакомил присутствующих с протоколом Рада кредиториев, которое состоялось 7 февраля. Вирішили. Первый – расследование о том, что до схода плана санации и откладывается на наступное заседание сбора кредиторов. Другой – запропоновать борожнику обратиться к властям Славутийской области о том, что до расследования о том, что до сходу о том, что до сходу о том, а также расследование о том, что до сходу 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 о том, доложил директор КПО ЖКХ «Атушев». Мы рассчитывали на внедрение автоматизированных систем и автоматических систем управления, что позволит, в общем-то, уйти от проблемы с персоналом. Само собой это приводит к сокращению. Есть еще такие моменты, что внедрение насосов, сетевых насосов и уход с 6-киловольтных двигателей на двигатели 380 на 0,4 кВт, это, естественно, существенная экономия электроэнергии, плюс автоматизация системы водоподготовки, это также решает часть проблем с персоналом и упрощает, удешевляет процессы. Ну и организационные вопросы, это то, что уже Михаил Борисович говорил, это освобождение предприятия от непрофильных видов деятельности, которые все годы, которыми предприятие этими видами деятельности занимались, занималось, были убыточными и, в принципе, оттягивали средства. И с точки зрения директора КПУ ЖКХ, самый главный элемент реорганизации? Это разработка новой схемы теплоснабжения города. Та схема теплоснабжения города, которая сегодня существует, она давно, так скажем, утратила свою актуальность и не соответствует действительности. Вопрос непростой, вопрос достаточно дорогостоящий, но решение данного вопроса можно увязывать с тем, что можно привлечь, так скажем, назовем это инвестициями или организации, которые занимаются решением подобных вопросов, и мы надеемся, что можно найти финансирование для разработки таких схем. После этого директор УЖКХ продолжительное время отвечал на вопросы депутатов о причинах возникших долгов и так далее. За 2019 год общая сумма, которую мы заплатили за газ, это 53 миллиона. Из них 40 миллионов на автогаз. Каждый год, с 2017 года, у нас накапливался долг по газу. И на автогаз, когда получает платежи, он эти платежи относит в счет погащения прошлых лет. То есть это чисто бухгалтерия. Свои договора, свои акты выполненных работ. По каким актам закрывать, на автогаз решает сам. Мы об этом не знаем. Достаточно продолжительное время проходила дискуссия о счетчиках. Если у меня котла паспортные 92%, максимум 95%, то если взять показания теплового счетчика, то я выкрую на КПД 97%. Я никому не объясню, что мои котлы 30 лет эксплуатируются, и мере КПД 97%. А потери, которые я покажу, если я снимаю счетчик, у меня будет на 2% меньше. При наших объемах потерь 2% дальше, 2% еще. Но расчет с на автогазом такими приборами проходит, что кошмар. Каждые 3 дня выходит специальная распечатка по теплотворной способности газа, которая проходит. Она забивается в расчет. Приходите, все покажут. Покажут. Современеншие приборы учета, которые информация передается по модему сразу на на автогаз. И потеря. Вся Украина, все города, которые строились в Советском Союзе с такими же темноводиями, с такими же, скажем так, моментами хорошими и плохими, почему-то у них таких потерь в сетях нет. И рассказывают, что у нас длинные сети тоже не много, потому что это выглядит смешно. Даже по Киеву, если посмотрели, находятся те же самые котельные, и какие-нибудь протяженности транса. Более, более-менее соизмеримы. Поэтому у людей есть масса вопросов. Бороться со снижением этих потерь можно единственным методом – это перекладка труб, восстановление и изоляция. Чем мы и занимаемся. Если раньше мы в год где-то меняли по одному километру труб на преизолирование, то в последнее время занимаемся только латочным ремонтом. Спасибо, что в этом году мы приняли инвест-программу. Не знаю, войдет ли она в тариф или нет. Там где-то позволит нам заменить 1,6 километров труб. Были моменты, когда на сессии рассматривали технические вопросы, понятные только узкому кругу специалистов. Мы переходим из одного на другое. Что-то там у нас происходит, там плюс два, там плюс-минус. Я не техник, поэтому мне сложно. Я понимаю иначе. Что у этого предприятия я почуваю, что есть много збитковых частей, которые существуют там. Есть строительство, которая также тяга на себя, величезно на вантажение. И к количеству персонала незрозумимых для многих... Сколько у нас фонд заработной платы в месяц? Два миллиона шестер. Три миллиона гривен. Часы рационально работают. И в этот план должен входить так же. Скорочивать, где уменьшать, где уменьшать на вантажение. Это же не только у нас про котлы мы должны говорить. Это величезная машина, правильно? Яка у нас существует. А мы сейчас с одного и с другого перепрыгиваем. В работе сессии приняли участие экономические службы УЖКХ и юридические службы исполкома. Больше всего на вопросы депутатов отвечал директор КПУ УЖКХ Тувшин. У нас осталось, извините, котельная, тепломережи и электроцех. Что? Вот что мне... Кого мне сократить? 220 человек. Год назад там было 320 человек. Услышьте, 19-й год электроцех, одно из двух, по сути, оставшихся подразделений, вышел в ноль. Он неубыточный. Я вам говорю, чтобы котельная, тепломережи стали безубыточной, необходимо отработать то, что мы сейчас и делаем. Сдерж-пожив службы со специалистами. Новый тариф, который мы предоставили, но который нам выдали кучу замечаний. И мы сейчас делаем в соответствии с новыми методиками. Это будет обоснованный тариф, который будет приниматься. И мы выйдем не только на безубыточность. Мы выйдем на ситуацию, когда мы будем работать и в отопительный сезон будем иметь возможность возвращать поточные долги. Что вы хотите увидеть на бумаге? Технические мероприятия? Мне на сессию утверждать этот план? Или в каком виде? Я не могу понять, что вы хотите увидеть. Важно не то, что хотим мы, Саша. Важно то, что хочет судить. Акредитер очень понимает, что у него должны быть гарантии для того, чтобы были погашены долги до 2017 года. И он должен четко понимать, анализируя ситуацию сейчас, когда мы за полгода накопили 25 миллионов, как с куста, что эта ситуация может появиться. После практически трехчасового дискуссии небольшие итоги подвел мэр Фомичок. Мы готовы взять этот тягар по санации на место, в том числе, и помогать предприятию. Но в дальнейшем это предприятие должно стать эффективным. Мать принадлежащие, с этого все начинается, и реализовать тот план заходов, который мы сегодня слышим. И по технической складове, и по экономической, и по организации. Потому что прозвучало, я не дав, извиняюсь, слова, о том, что говорили. И с основными фондами. А что делать с четырехповерховной будильной, которая отримается? Вона абсолютно неэффективна, что до отримания. И не потребует предприятия такого адміністративного корпуса. Ну, просто не потребует. Ну, четыре поверхности машины. Вона здаётся в аренду, чи не, є арендар, чи нема, сколько мы возвращаем ресурсов. Всі ці складові, але це не для обговорення на сессии, це завдання для предприятий. Маєте мешочок з грошима у вигляді надходжень від реалізації продукції і експлуатації електромереж? Ну, це такі ключові, я правильно розумію? Два ключових джерела надходження грошей. Це реалізація теплової енергії і це експлуатація електромереж. Розраховуйте на цей мішочок. Не заганяйте себе в додаткові борги, витрачаючи більше, ніж заробляєте. Оце ключове завдання для підприємства, якщо ми хочемо вийти із кризи. Все інше не працює. Ми можемо скільки завгодно розповідати про заміну мереж і т.п. і все інше. Але якщо ми витрачаємо більше, ніж заробляємо, все. Ми банкуємо. Ну, це об'єктивно. Ближе к фіналу сесії депутат Радченко предложила для того, щоб КП у ЖКХ не входило в процес банкротства і сананції, виделить 25 мільйонів бюджетних денег і об'язати у ЖКХ найти ще 10 мільйонів і погасити долги і не вступати в процес сананції. Оставшіся частини долгов, як було обіщено кредиторами, в виде пені і штрафів, будуть списані. Кроме того, теплосети і електросети передають в інші коммунальні підприємства, що дасть нікую юридическую гарантию їх сохранності. Правда, возникает вопрос, де, условно говоря, прямо сьогодні взять эти деньги. Во-вторых, це никак не повлияє на сьогоднішні долги, к тому же нет стопроцентної гарантии, що кредитори согласяться списати часть долгов. В конец сесії прошло голосування. За предложення депутата Радченко проголосовало 9 чоловік, 10 воздержались. А в фінале сесії депутати 15 голосами проголосували за следующее рішення. Збільшувати статутний капітал комунального підприємства УЖКГ за рахунок грошових внесків Славутичської міської ради на 9 мільйонів 500 тисяч гривень щорічно на період виконання плану сананції підприємства для погашення кредиторської заборгованості процедури про банкрутство. Уповноважити директора комунального підприємства УЖКГ Тушева протягом двох тижнів подати на розгляд комісії міської ради плану виходу з кризи підприємства з подальшим затвердженням його на сесії міської ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Славутичської міської ради з питань міського господарства та заступника міського голови Шинкаренка. Дякую за перегляд!